Привет. Привет. Что такое Labeler? Labeler это платформа для музыкальной индустрии, которая объединяет в себе ее профессионалов и фэнов. И какую это решает? Это решает проблему вообще не одну, а достаточно много проблем. И основная из них это то, что будь то там всем пядей во лбу и талантливый музыкант или может быть агент, то в индустрию тебе очень сложно попасть просто в принципе без нужных связей. Собственно эту проблему мы решаем самой первой. И какой статус? Вы работаете? Да, мы работаем. Мы не так давно вышли в открытую бету и сейчас у нас около 10 тысяч подписчиков. Это кто? Это фэны? А это все подряд. Просто создав аккаунт у нас, ты уже как бы фэн. То есть после того ты можешь пойти создать себе сколько угодно страничек и соответственно быть профессионалом в той или иной области. А в мире нет разве платформ? А какие? Я не знаю. Фейсбук? Нет, фейсбук это не про музыку. Тоже не про музыку. А как сейчас, ну вот без Labeler, а как решается это? Ой, очень плохо и непрозрачно. Очень много посредников и вообще нехорошо все. Смотри, давай. Давай, чтобы быть вообще как бы чистым и открытым. Смысл в чем? Есть достаточно много сервисов, которые предоставляют какую-то там маленькую, прималенькую, маленькое, прималенькое решение задачки. Есть там, к примеру, такие сервисы, как Reward Nation, которые тоже пытаются там что-то сделать. Есть Bandcamp, есть там Songkick или что-то типа того. Есть достаточно много сервисов, которые как бы позволяют музыкантам себя хорошо вести и чувствовать. Но проблема нагнетается и проблем становится все больше, во-первых, с ростом количества этих сервисов. Они все делают все разное и ты должен инвестировать время. И еще и ваш-то появился, добавился. Ну, а не важно. Смысл в том, что ты в любое инвестируешь свое время и новый стартап сейчас появляется, артисты уже неохотно на это на все смотрят, потому что им надо еще... У вас даже проблема. Конечно, но мы нашли, как ее решать, не буду об этом рассказывать. Вот. Смысл-то в чем? Смысл в том, что тебе, пользуясь Labeler, тебе достаточно легко попасть в эту индустрию. Вопрос, на самом деле, который, может быть, ты не хочешь отвечать, ты сказал, но это самый важный вопрос. Дистрибьюшн. То есть, у вас платформа, да? Там нужны пользователи. Да. Как вы их туда привлекаете? Тем более, у вас marketplace немножко, правильно? Ну, да, у нас достаточно все это так, но мы привлекаем туда своими хитрыми способами. К нам, во-первых, пришел очень интересный сейчас специалист Том, который работал в Англии со многими фестивалями. Соответственно, он может в этом помочь, это во-первых. Да, во-вторых, все-таки партнерские программы. Больше партнерских программ, баш на баш. То есть, мы даем вам инфраструктуру, вы даете нам пользователей. Расскажи, расскажи о команде и почему вы делаете этот проект? Почему именно этот, именно этот рынок, именно такой проект? Давай тогда начну с того, почему мы это делаем, да? То есть, я вообще айтишник по образованию, у меня телка и software development и, но в то же время, я продюсер и диджей уже более 12 лет. То есть, я... Персонально? Да. То есть, я... И в Киеве был три раза, вот, у вас выступал. Все здорово, но индустрия в очень плохом состоянии, потому что, ну, реально, она непрозрачная, очень много посредников, вообще, тяжело вообще что-то сделать, правильно себя продвинуть, свой продукт, да? То есть, многие люди вообще просто готовы к креативу, им не интересно там все это остальное, они оседают на своем уровне, их даже никто не слышит и не знает. Мы хотим эту ситуацию поменять. Если у тебя, ну, реально офигенная музыка, заходи, вот тебе контакты, коннекция. Подожди, я не музыкант, да, но YouTube это не решает? У меня офигенная музыка, выложил ролик на YouTube и все. Ну, нет. Gangnam Style. Нет, ну, это Gangnam Style, это, скорее всего, клонадо. Нет, это не про музыку. Окей, а какая у вас бизнес-модель? Вы собираетесь деньги зарабатывать? Да, конечно. А как? А их очень много, ну, как бы, основное... Ну, они хотя бы. Ну, freemium обычный, то есть, да, мы предоставляем обычные сервисы, но они квотированы, да, как-то. Если ты хочешь больше, создать, больше страничить, грубо говоря, да, там, получить больше места под музыку себе, добавить больше участников в свою команду, да, то есть, тебе нужно будет за это pay as you go. Вот. Ну, а, в принципе, как бы, если ты небольшое агентство, к примеру, да, у тебя там 1-2 тысячи человек, тебе все хорошо пользуюсь. Окей. Если ты крупнее, то будь добр, плати денежки. И, наверное, последний вопрос. Финансирование. Вы на свои деньги развиваетесь? У вас какие-то инвестиции? У нас какой-то семейный бизнес. Ну, как бы, семейный бизнес. Мы сперва мы вложили вообще, как бы, Fools Friends, да, такое клевое, обожаю эту штуку тоже. А мы вложили сперва все деньги, что были у нас с партнером, с моим, да, с очень хорошим. Он тоже, кстати, в индустрии музыки организует очень крупные ивенты, вот. Мы с ним сперва вложили все, что у нас было, потом у нас это все закончилось. Мы нашли одного знакомого, который с удовольствием согласился вписаться, ему было страшно, ему было очень страшно, но он вписался. Вот. Прожили еще на эти деньги, грубо говоря, там месяцев восемь. Вот. И нашли еще одного партнера, который нам дал еще денег. Ему тоже страшно? Ему не так страшно, потому что он видел, как вписывался первый, они друзья очень хорошие, и видел, как, на каком этапе он вписывался. Он-то вписывался еще на этапе макетов в фотошопе. Вы планируете выйти на какую-то самоокупаемость, или придется еще брать денег? Смотри, нам чтобы на самоокупаемость, видите, нам надо еще время. Нам нужно критическую массу брать в любом случае, то есть, мы не можем сейчас начинать чарджить за наш сервис. То есть, вы сейчас еще какую-то, более системное, финанс havermmm? Мы сейчас пока жрем бабки, ну, нам ничего не остается. Мы сейчас жрем бабки, мы жрем бабки на разработку, мы, конечно же, в режиме строгой экономии, но мы эти бабки жрем, на это все делаем, но мы не можем сейчас вводить, как я уже сказал, платные сервисы, потому что у нас нет критической массы, то есть нам нужны люди, надо стабильный поток, причем не тот, который у нас есть сейчас, там 500-600 новых регистраций в неделю. А реально нужен большой объем, большой поток людей на сервис, и только тогда, когда мы окей, да, все, запускаем, чарджем. Окей, все, спасибо большое. Спасибо огромное. Субтитры сделал DimaTorzok